Если там бар, этого я не знаю. Но он начал лечиться алкоголем, а теперь он уже, вы понимаете, человек вначале лечится алкоголем, алкоголь помогает, а потом он привыкает и он получает еще и вторую болячку. Первая остается, потому что алкоголем нельзя вылечить. Это как аналгин, болит голова, выпил аналгин, голова прошла. А через 5 часов опять надо пить аналгин. Вот и все. Значит, вот в чем вся проблема. Дядя тоже наверняка. Так вот, ну они же это все, и вы-то получили, и папа. Вот вы сказали, по папиной линии, вы мне так и не ответили. Почему вы все-таки считали, что папа вот какой-то, с каким-то изъяном, а? А не мама? Ну, сосредоточьтесь, вы же разумная женщина. Ну, папа мог выпивший прийти с работы, да? Ну и, значит, папа тоже выпивал. Скажем так, папа выпивал не так, как дядя, папа выпивал не так, как ваш брат, да? Но он выпивал часенько. Теперь следующий вопрос. Будучи выпивший, он был спокойный или он был агрессивным? Нет, спокойный. Спокойный. То есть он, наоборот, расслаблялся. Следующий вопрос. Как часто он приходил с работы выпивший? Ну, может быть, раз в неделю. Раз в неделю. Это что, это не в пятницу было? Это могло быть и посреди недели. Я маленькая была тогда, я не помню. Но я помню, что он выпивший, но он добрый был и веселый. Ну, хорошо. Хорошо. Мама с ним скандалила по поводу того, что вот он выпивает. Это очень важно. Если мужчина, муж выпивает нормально, скандала не будет. А вот если начинаются проблемы между супругами по поводу выпивки, это означает, что муж уже выпивает немножко чаще, чем нормально. Понимаете? Да. Ну, мне было лет 7-8, но я такого не помню, чтобы у нас были... Подождите, а что, папа 7? А в 10 лет что, папы уже не было вашего? Нет, он просто заболел и перестал выпивать вообще. Ну, хорошо. Хорошо, значит, он мнительный. Вы понимаете? Мнительный. Ваш дядя заболел и не заболел, он продолжал пить. Вы понимаете? Ваш брат тоже его это... А папа, смотрите, заболел... Вы знаете, очень многие нормальные бытовые пьяницы и курцы прекращают... Вот, значит, им говорят, надо бросить курить, надо бросить пить. Ни черта! Как только он заболел чем-то, в один день он прекращает курить и прекращает пить. Для меня это тревожно-мнительная личность, понимаете? И когда появляется больший страх, чем вот эта повседневная тревога, значит, я заболею, я умру. Естественно, он побеждает, и поэтому и алкоголь, и табакокурение исчезает. Хорошо, но все-таки давайте, чтоб закончим. Как вы думаете, вот все-таки, кто был тревожный, дед или бабушка по отцу? Мама, что мама говорила? Вы ничего не знаете. Что мама говорила о свекрови и свекре? Кого она критиковала? Кого она, ну, может быть, плохо относилась? Или говорила, вот это сумасшедший, или сумасшедший, а это стерва, или стервец, и так далее, и так далее, понимаете? Таких оскорблений как бы не было, но она говорила, что и бабушка, и дедушка, и все время не сиделось на месте. Они все время переезжали из города в город. О, а вы же молчите. То есть, как это, сколько у них переездов из города? Вы знаете вообще, что такое переезд с квартиры на квартиру? Это все равно, что пожар. Вот если мне сейчас сказать переехать в мои 78 и все, я бы уже сказал так, переехать это детям, вот давайте перевозите и все, и расставляйте. Потому что если бы я сейчас переехал, пока все запаковал и все потом бы расставил, я бы и умер, на этом и жизнь кончилась. А тут, значит, бабушка и дедушка, как часто они переезжали? Только не упоминайте города, города не надо, из города в город. Ну вот у меня брат родился в Одессе, а через 10 лет я уже родилась в Находке, то есть это, Владивосток. Ну, подождите, так кто переезжал, бабушка и дедушка? Вот они все вместе, вот они их. Подождите, так бабушка и дедушка по отцу жили с мамой вашей и с вашим отцом или как? Да. А, вы вместе жили? Ну так и скажите, да. Ну хорошо, ладно, так сколько раз, сколько же местностей было, или городов было сменено? Меня тогда еще не было, я знаю, помню, это Одесса была, это был Мурманск, это был еще, потом еще в Казахстане, на Дальнем Востоке. Я понял, я понял, а теперь вопрос очень важный, подумайте, почему они переезжали? По службе, он военный был дед, и вот так, хорошо, почему, какая причина для переезда? Вот я даже не спрашивала. Ну мама, мама обращала внимание на это? А вот вы знаете, что меня интересует? А меня интересует, значит, бабушка с дедушкой переезжали, а мама чего переезжала? Ну, у мамы не было своего жилья. А, она была, она была привязана, а папа почему, что он, что он, что он, что он, за ручку его вводили, что он не мог сказать, хватит, я остаюсь, а вы можете ехать? Ну, не знаю, как там у них так было. Подожди. И на телеприводили какие-то аргументы, за, они соглашались, не знаю почему. Соглашались. Какие аргументы? Вы понимаете, это болезнь. Вообще, страсть к путешествиям. У меня есть, кстати, на Ютубе, там, значит, профессор Райков о путешествиях. Это больные люди. Вот Пржевальский был больным человеком. Он не мог усидеть на месте. Люди, которые не могут, они должны либо менять города, либо менять квартиры, вот, либо менять профессию, либо путешествовать. Эти все великие путешественники, это, по сути дела, люди с маленьким, значит, вот такой странностью. Понимаете? Вот они не могут. Вот они постоянно, вот он приезжает, и все, его и тянет. Он должен дальше, дальше, дальше. А вот вопрос ли, а кто был инициатором, дед или бабушка? Ой, не говорили мы на эту тему. Ну, хорошо, ладно. Значит, в общем-то, видите, мы обнаружили какую-то странность. Хорошо, а бабушка и дедушка живы? Живы? Было плохо слышно. Кто живы? Бабушка и дедушка, я уже кричу. Нет, они уже давно умерли. От чего? В каком возрасте от чего умер бабушка и дедушка? Дедушка, я не помню, в каком возрасте. Наверное, лет за 70 это было кровоизлияние в мозг. Так. А бабушка умерла уже 90 тоже, с чем-то, не помню. У нее не было этой его деменции? Нет, не было. Все, сознание четкое, ясное. Да. Кто ее досматривал? Моя мама. Маша мама. Но вы-то помните, бабушка не путала, не забывала закрыть дверь, газ, воду, этого не было. Она все понимала, она только физически была слабая, да? Да, да. Ну, не знаю. Так, хорошо. Значит, теперь по маминой линии давайте сразу же начнем. Бабушка, дедушка, что там? Там все в порядке в психическом плане? В психическом? Мама говорила, что у меня прабабушка моя, мою прабабушку сдали в психушку. О, значит, по маминой линии бабушка мамы лежала. А с чем лежала? Что это за психушка? В психиатрии, да? Да, а как там школу, она уже сама не помнит. А в каком возрасте? В старости? Да. Нет, ну в старости. В старости. В старости очень многие сейчас в психушку ложат, потому что если деменция, альзамер или еще что-то, так некоторые хикаи, если не в психушку, так кладут в специальные психиатрические интернаты там и следят за ними. Потому что это разные вещи. Это разные вещи. Но вы не в курсе дела, да? Нет, мне это не было как-то интересно. Хорошо, хорошо, не было. А вот, видите, оказывается, это важно, это не только интересно. Хорошо, это про бабушка. А бабушка мамина? Нет, это ваша бабушка и ваш дедушка. Давайте о них поговорим. Дедушки не было, он на войне погиб. Так, а бабушка? Бабушка тоже уже в пожилом возрасте умерла. Меня интересует, бабушка не была агрессивной или, наоборот, странной. Умерла не от какого-то там деменции душевного, понимаете? Меня интересует только эта область. Она умерла, когда моей маме было 17 лет. От чего умерла? Тоже не знаю. Кошмар, кошмар, кошмар. Ну, хорошо. Так, а у, скажите, а у мамы, у мамы, мама одна, да? Да. Мама одна. У мамы сестра родная. Подождите, родная от того дедушки, который погиб на фронте, или от другого дедушки? Нет, от того, который на фронте погиб. Значит, это ваша тетя. Она здорова, душевна? Она душевна, да, да. А что вы хотели? Она, вы хотели что-то сказать, а потом передумали. Нет, вам показалось. Она, она, а потом, значит, маленькая пауза, я ничего и не передумал. Значит, никакой мысли не было в вас, а вы ее подавили, а? Ну, мы о серьезных вещах мы говорим, а вы... Меня обвиняют, что так много говоришь о бабушках, дедушках, дятях, тетях. А через бабушку, дедушку мне легче вам диагноз поставить, понимаете? Вот чем вся проблема. У мамы в семье. Да. У мамы в семье, там все психически здоровые, это я тоже... Ну, да, кроме прабабушки, которая лежала в психушке. Да, да. Значит, все-таки есть. А мама, кстати, а что с мамой? Мама, ой, нормально, у нее психика здоровая, как ни у кого, позавидовать можно. Ну, хорошо, так от кого-то, да, брат и вы. Понимаете, вы с братом больные люди. Вы, вы априори больные, вы лечь, вы ко мне обращаетесь, а брат кодируется, там, хреновиной занимается. Вместо того, чтобы понять, чего он начал пить, от чего, и так далее, и так далее. Значит, вы что, получили? Так вот, у меня вопрос. Вы получили все-таки от папы, вот там, где алкоголик был, дядя алкоголик, и эти блуждающие, путешествующие бабушка с дедушкой, или все-таки от мамы, от этой прабабушки, вашей прабабушки, которая лежала в психиатрии. Понимаете, вот эта бабушка, лежащая в психиатрии, прабабушка, она стоит по весу, если на весы бросать, и там гирька более тяжелая, чем вот эти переезжающие. Хотя переезжающие, это тоже странно, и алкоголики, это тоже хороший такой вес. Ладно, хорошо. В нашей семье очень большой вопрос, родной ли мне брат? Не понял. Очень большой вопрос, родной ли мне это брат? Подождите, а почему у вас появились такие... Значит, хорошо, он родной-то по маме, но по маме-то он родной? Ну да. А не по папе? По маме, да. По маме, значит, тогда получается, и вы больны, значит, может быть, такие действительно, этот ген еще от прабабушки, но это уже спекуляции. Вы понимаете, все равно, что, значит, конечно, он мог получить от своего... А почему у вас такие подозрения появились? Ну, бабушка рассказывала. Что рассказывала? Какая бабушка? По маме? Нет, по папе. Ну, что она рассказывала? Двух слова. Что папа мой женился на маме, когда мама уже была беременна. Кем? Братом? Да. Ну, хорошо. Так что? Ну, подождите. Так бабушка по папе, она предполагала, что это не ее внук, да? Да. Ну, хорошо. А мама что говорит? А папа что? Они же-то должны были решить этот вопрос? Перед смертью, поверьте мне, перед смертью мама должна была сказать. Потому что никто не умирает и не говорит правду. Все это вот, освобождают душу. У меня мама еще жива. Ей 82 года, она еще жива. Ну, так тем более, если она еще... А с кем она живет? Сама. 80? И справляется? Ну, у нее там... Ей привозит брат постоянно продукты. Она еще ходит, себя обслуживает. Да, ну, нормально. И в умственном плане тоже, в интеллектуальном, да? Нормально, да. Нормально. То есть, если она готовит, если она, значит, обслуживает себя, конечно, она нормальная. То есть, она воду закрывает, да? Газ не открывает, выключает это, пожары не делает и не теряется на улице, да? Да. Ну, хорошо, подождите. А почему бы... Вы даже, я обратил внимание, чуть ли не всплакнули. А почему бы всплакнули? Что это, может быть, и не мой родной брат. Это сводный брат, все равно по матери ваш брат. Почему это так вас, вот, вызвало такую реакцию, слезы? Нет, не слезы, это просто я вспомнила про папу. Подождите, а что вы вспомнили про папу? Что папы нету, вот это вот сожаление, что его нет, вот такая реакция. Подождите, подождите, а вы что, папу больше любили, чем маму? Ну, вы были ближе к папе? Я тогда была ребенком, и они мне были оба дороги. Ну, хорошо, вот вы опять 7 лет, 7 лет, 7 лет. А когда вам было 15 лет, что, вы жили отдельно, без папы и мамы, и они уже не были для вас дороги? Ну, странно как-то. Мне просто с годами пришло понимание, кто есть кто. Нет, подождите, так вот расскажите мне, какое, значит, когда пришло понимание, кто есть папа, а кто есть мама. То есть, я так понимаю так, что мама, она низко, да, ценится вами, или как? Да, да. А почему, как вы, вот сейчас мы, может быть, и выясним. Может быть, мы там эту прабабушку увидим вашу. Вот, в чем же проблема? Значит, почему, вы смотрите, папу, папу, вы даже, когда вспомнили, даже, это ассоциации, вы даже погрустнели. Мне показалось, что вот вы сейчас заплачете, вот, а теперь вы говорите, что вот, значит, мама, значит, к какому выводу вы пришли? Вы что, недовольны мамой? Это я хочу сейчас понять, кто такая мама, потому что, если я пойму, кто такая мама, вот, пойму, кто такой папа, тогда я пойму, кто вы. Вот вам и все. Поэтому давайте, расскажите, пока электричество есть. Да, ну, мама всегда была ко мне требовательна очень. Не понял. Она была, как всегда, ко мне требовательна. Требовательна. К вам? Да. А к брату? Если, я такого не замечала, если брат хорошо учился, то я училась уже плохо. Она мне всегда говорила, что я бесстала, что я дура, подружки у меня все проститутки. И вот это вот, она мне с каждым днем все больше и больше вдалбывала в голову, что я никто и я ничто. Скажите, а с какого возраста это началось? Ну, вот, наверное, лет с десяти. А как вы думаете, почему мама вот так вот, понимаете, вот брата, ну, брат хороший, брат хорошо учится, а вы дура, а подружки ваши все проститутки и так далее. Это что, у мамы были основания или эта мама придиралась к вам все-таки? Как папа рассказывал, она вообще не хотела меня рожать. А потом она меня еще маленькую оставила в роддоме. И папа пришел с моря и поехали меня в роддом забрали. Подождите, папа плавал, да? Да. Так. А мама оставила, а вы молчите, что мама здоровая. Ну, где же, это что, нормально? Ну, вообще, в принципе... Вообще, вы понимаете, вот вы меня поражаете. Женщина с образованием. И вот такой, я спрашиваю, нет, мама здоровая, все хорошо. Ну, как это хорошо? Женщина, которая оставляет... Вы знаете, я вот сейчас зачитываю там от АВ, этого Венингера, и там есть такая, значит, материнство и проституция. Вот. Значит, вот так может поступать женщина-проститутка. Только надо понимать, речь идет не о блядстве, не о продаже тела. А чтобы женщина-мать, это для нее семья, для нее дети, это все. Понимаете? А проститутка эта, имеется в виду, я нашел очень хорошее сравнение. Вот есть басня Крылова «Стрекоза и муравей». Вот «Стрекоза», если перенести ее качество на женщину, а таких женщин мы тоже знаем. Вот это и есть женщина-проститутка по номенклатуре этого вот, от АВ, Эйнингера. Так вот, женщина, которая бросает ребенок, во-первых, не хочет рожать, оставляет в роддоме. И сколько же вы были в роддоме? Я не узнавала. А, вы не узнавали? Нет. А через сколько папа приехал? Ну, я знаю, что недолго. Ну, хорошо, ладно, недолго. А родители отца, а родители вашей мамы, что они, что они вот так вот и позволили, да? И сколько маме лет было тогда? Она уже была взрослая, вы уже вторая были, уже сын был. Как это оставить? Как это? Конечно, конечно, она ничего. Отсюда и вытекает вот это все. Вот эти все придирки и так далее, и так далее. Скажите, а когда вы узнали о том, что мама оставила вас? В каком возрасте? Лет около 30. Ну, и как, и вот эта вот, скажем, новость, как, а какое оно впечатление произвело на вас? Как взрыв этого ракеты, да? С-300 или еще какой-то там, калибра, да? Или как? Нет, вы знаете, папа еще сказал, что если я тебе все расскажу, то ты мать на порог не пустишь. И я сказала, папа, я не хочу ничего знать. Сознательно. Не хотела ничего знать плохого. Чтоб такой взрыв у меня был, вы знаете, нет. Ну, не знаю, я настолько была жизнерадостна, что... Ну, я подумала, ну, так получилось, так случилось, так бывает. То есть, скажем так, понимаете, для меня важен не сам факт, который был, а реакция. Вот, понимаете, мама у вас говорила, ты дура, ты тупая, ты такая, ты всякая. А тут еще и вы узнаете, что, оказывается, и мама и не хотела вас. Вот, если вам это все было по барабану, и это в одно ухо влетело, в другое, оно не могло оказать на вас влияние. А если вы страдали, о, вот тогда это приобретает значение. Понимаете, вот, вот что меня интересует. Ваша реакция на отношения мамы. Я понимаю, вы маму не любите. Вот вы его теперь там не...